Крупный план Прошли праздничные Выходные Феерично или не очень Во-первых, если тебя выбивают Из седла, значит у тебя есть лошадь Я завидую тебе Лошадь, это не дешевую Сейчас морозы, сейчас я держу ее в стойле Активно откормлю Я все время обнаруживаю вокруг себя Кореек, этих подпольных миллионеров Собственная лошадь, это круто Меня не выбивает Рабочий настрой Нет, вот давай не путать Рабочий настрой Это рабочий настрой А выбить из седла Совершенно другое Вот сейчас было у меня, получается, чтобы добраться сюда до студии Ты знаешь, шел я и думал о том В который раз на эту тему я размышлял Как же мало в последнее время Ну что значит в последнее время Этот период он затянулся уже на долгие-долгие годы Мы Среди наших современников Не видим или нам не рассказывают Они каких-то вот, знаешь, таких личностей На которых стоит равняться Вот нам периодически подбрасывают Те или иные темы со спасением человека Да, из проруби Там спас из пожара Военный, который защищал свою родину Где-то, где-то вдалеке от этой родины Но он тоже герой А вот так, чтобы люди из обычной жизни Которых мы можем встретить, что называется Идя по улице, да И потом говорить о них И вспоминать их творения Творчество на протяжении многих-многих лет Десятилетий Вот таких позитивных примеров У нас что-то нет в последнее время Я к чему? Сегодня 159-летие Со дня рождения Ивана Павловича Чарушина Человека-архитектора Который наследил В очень хорошем смысле этого слова В нашем городе За его пределами И далеко за пределами бывшей Вятской губернии тоже Иван Павлович Ты прекрасно знаком, да? С историей, что он Около 500 памятников Его перу архитектурному, да Принадлежит и так далее И вот ты знаешь Карл Отто Шнейдер Мне кажется Его можно поставить Нельзя В ряда Нельзя Нельзя? Почему? Нельзя Вот смотри Мухи отдельно, котлеты отдельно Все-таки Чарушин Это совершенно другая Другая конструкция Во-первых, человек Который Насколько Знаешь Как это От Ильича до Ильича Без инфаркта и паралича То есть Вот он начинал При царе-батюшке Потому что Допустим Самое На мой взгляд Самое красивое здание В городе Кирове Которое Естественно Занято ФСБ Ну Как Как и надо Вот Это Чарушин Ну Скопировал Фактически Не в точности Но вдохновился Скажем так Особняком Шлегеля В Москве Особняк Шлегеля Можете найти По справочнику Это то место Которое приписывают Что там Жила героиня Булгакова Романа Мастера Маргарита Маргарита То есть Такое легендарное здание Вот То есть Но Булгачевский Особняк Он прекрасно Был построен Еще до Первой мировой То есть При царе-батюшке Начал строить А вот здание Серого дома Которое у тебя За спиной виднеется Это Извини меня В полный Россоветский Союз До 30-е годы Самое Махровое Ну это не Чарушин Все-таки Чарушин участвовал В том конкурсе Проект Да Он участвовал Но он занял По-моему Второе место Ну его проект И взяли в итоге То есть А покоронали На неузнаваемости Ну я смотрел Просто архитектурные Штуки Ну тут Наверное Старчик Касанова Который у нас Специализируется Ну не знаю У меня лично При слове Чарушин Центральная гостиница Сразу же Ну централка Централка Конечно А этот самый Домик НКВДшников Там где птица Была раньше Тоже по-моему То есть Чарушин здесь Много чего Сделал Ну я же говорю Да Наследил в хорошем Почему его нельзя Сравнивать Со Шнедером Все таки проекты Ну нет Понятно что Чарушин Ходит ту же обойму Что допустим Воснецовы В ту же обойму Где находится Витберг Находится Сватыков Но у Витберга Сватыков Вообще отдельная песня На самом деле Такие федеральные Абсолютно федеральные Люди творческих Как принято сейчас Говорить Профессии Да Беда в том Что на самом деле В семнадцатом году Когда у нас начали Аккуратно Вытравливать Предпринимателей И успешно Вытравили 2017 Или 917 917 Да Нет Предприниматели У нас по-прежнему Но как бы Не с такой интенсивностью Просто А Когда начали Вытравливать То огромное Количество Тех самых Заказчиков У Чарушина У Чарушина У Бовиков И так далее Вот они Канули в небытие То есть О них Сейчас Прозоровое Проходство Торговля Все это Воспоминается Только когда Выясняется Что вот этот дом Был отдан Был отдан Под ремесленное Училище Таким Это было построено На пожертвования Таких Это было сделано Так Вот это предприятие Создано Этими людьми То есть Вот Как сказать Шнейдер Это Из той породы Куда Относятся На самом деле Выдающиеся Кировские Вятские Точнее Кировских Таких Практически Не было Выдающиеся Вятские Предприниматели Теоретически В очень большой Теории Они должны Быть На слуху Вот Со Шнейдером Получится ли Его окончательного Вековече Сделать так Чтобы Год Два Три Десять Двадцать лет Без разницы Сколько пройдет Но Как бы Кировский Школьник Знал бы Кто это Такой Откуда Он здесь Взялся Что он здесь Делал На самом деле Почему Потому что Как раз Сегодня Я рассказывал С утра О Успехах Шнейдера Что меня Особенно Мы выпустили На Вятчий Великолепный Плакат Этапы Большого пути Что называется Основание Вятчий Российской Империи До Революции До первой Мировой Фактически С 1903 С 1903 По 1914 Можно считать Так Дело в том Что за эти 11 лет Карл Вот В общем-то Показал себя Мягко говоря Оборотистым Предпринимателем То есть У него Кроме того Что Профессиональный Пивовар У него Была Конечно Творческая Жилка Вот Именно Коммерческая Потому что Умудриться Через 10 лет Построив Завод Умудриться Стать За 10 лет Поставщиком Императорского Двора Причем Николай Второй Абсолютно Точно Он Хвалил Мартовская И еще Мартовская Мы Наверное Сделаем Все-таки Вот Хвалил Мартовская И Она Поставлялась К двору А Дрожжи Дрожжи У Шнейдера Покупала Императрица То есть Как бы Ну Вот А и Парень Товарищ Шнейдер Он Торговал В Берлин Вена Лондон Париж Я смотрю Подсказку На сайте Компании Ветич В 911 Году За Шнейдером Уже числилось Кроме завода Уже и рестораны И лавки То есть Человек Развивался Там Очень много Интересного Он Начал Организовать Как раз С помощью пароходства Того же Былучева Под его гарантией Тихону Филипповичу Да Он организовал Транспорт Своей продукции По Вятке До Нижегородской Ярмарки Организовал Вот эти Караваны Судов С транспортом В Южные Губернии И У него В итоге Сама по себе Торговля Расширилась Необычайно То есть Он был представлен В большей части Вот В европейских Регионах Раз И Ну Я говорю Самое главное Что он вышел На экспорт То есть Это достаточно Интересно И Те вещи Которые он вложил Как бы Понятно Что они На самом деле Вот Меня сегодня Как раз С утра Спрашивали А была ли Какая-то Шнейдер реклама И тут И тут Внезапно Продукт И Вот Та фраза Я тебе писал Кстати Что в радиусе 500 км Но мы говорили Уже Да Что мы Современное Европейское Производство Мы свежий Мы Вокруг Не получим Ни у кого Должно быть Парное Что называется Ну это Правильный Подход На самом деле Вот То есть Первое Это да Свежесть Ну Шнейдер Я смотрел Рекламное Объявление Самое Свежее В бутылках По Стоимость Там Не запокупай Столько Закажи Три мартовских Места Вот это Тебе доставят Доставка Это ты имеешь ввиду Слоганы Столетней давности Это Газета 1908 года По памяти Вот То есть Во-первых Свежая Действительно И вот Это указал Затем Натуральное Продолжение Натуральное Сырье Он как Немец Естественно Настоящая Немецкая Сваренная С разрешения Баварских Пивоваров Разрешение Стреливалось Вот И Причем Несловесная Да Совершенно На бумаге Но самое Самое главное В том Что Вот этот Я его Каждый раз Выговариваю С таким Райнхайнский Бот Закон о Чистоте Пивоварения 2016 года Он Я тебе говорил Он там Федеральным Законом Сделан В 1907 году И В общем Для Германии Так остался Вот По этому закону Немецкие Пивовары Не могут Варить Пиво Безалкогольное Разумеется Другого в Германии Нет С Только Из Четырех Ингредиентов То есть Солод Хмель Дрожжи Вода Комбинируй Как хочешь Сорта Солода Сорта Хмеля Время Температурный Режим И так далее И так далее И так далее И так далее Ты можешь Там Вариации Миллион Да Усит Ну Количество Сортов Там Штук 30 40 Стилей Основных Да Не сортов Даже Но Состав Ваза Она Вот такая Она Вот это Вот база В Германии И у нас Тоже Абсолютно Самая То есть Первое Мы самые Свежие В радиусе Второе У нас Постоянно Натуральное Сырье А третье Это Классическая Технология То есть Это Ну это Это немец Фактически Ну вот Такой Обрусевший На вятке Уже 120 лет Будет В 2023 Году 120 На носу Практически Да Недолго Осталось Вот и все То есть Три основных Вещи Как мы Это Выразим Как мы Это Донесем До конца И У меня Есть ощущение Что больше Ничего Выдумывать Не надо Да Мы Выпустим Скорее Всего Мартовское Посмотрим Но к марту Мы не успеем Это 100% Но мы Возможно Сделаем Ближе К лету Давай Чтобы сейчас Вскользь Это не прошло Прошмыгнуло По ушам Речь идет Правильно Понимаю О возможно Выпуске Нового сорта Вот Самый интересный Вопрос Мы сейчас Пока Доработаем Естественно Мы дорабатываем Пока тему Зеленым Красным И летним 31 Потому что Это первый Продукт Фреш Свежий Абсолютно Свежий То есть 31 Самый короткий Срок Который Может быть Вот Это первый раз Когда мы Запустились Мы запустились Это И дай бог В памяти Было По-моему Это был Ноябрь Да Это был Ноябрь 19 Да Это был Ноябрь 19 Года Все верно То есть Ну чуть больше Года Назад Вот мы Сейчас Дорабатываем Эту схему Для того Чтобы Обеспечить Наших Любимых Кировщан Постоянно Этим продуктам За пределом Кировской области Он действительно Не продается Просто потому Что Наладить Снабжение Фрешем В других регионах Это очень трудно Это требуется Очень сильно Чтобы успеть Довести Расставить Это очень сильное Желание Со стороны Торговых сетей Показать Реализовать Ну понимаю Да Потому что Торговые сети Заточены Абсолютно Под торговлю Продуктами С огромными Сроками Вот меня тоже Очень веселит Ребят Ну хорошо Ладно На пивин Безалкогольным Вы этикетки Не читаете Ну все понимаю Ну посмотрите Что вы едите Посмотрите На упаковку Консервов На сыре На масле На мясе Состав Вот как Из чего это сделано Что там добавлено Сколько это хранится Ну просто Поинтересуйтесь Ради любопытства То есть Раз государство У нас Не взяло За правилом Маркировать Четко маркировать Всю продукцию Причем Ну честно говоря Меня это раздражает Потому что Все начинания Нашего государства Они направлены Как-то вот На честный отъем Денег у населения То есть Увеличение акцизов Налогов Всего чего хочешь Бюджет То есть В итоге Это платит потребитель Вот тоже Люди очень часто Не понимают Им когда говорят Потому что НДС поднялся На 2 или 3 процента Они хлопают ушами И думают Что это В принципе Нас не касается Я же не произвожу Что-то с другой планеты Хотя это все Закладывается в стоимость Нет Обычный Даже жестче Обычный человек Не понимает Вот так же Как человек Не понимает Что любая акция В магазине Это платит Не магазин А платит Производитель И все Сладкие Рассказы Торговцев О том Что мы Ломаем Цены Раняем Это все Как бы В пользу Бедных Разговоров На самом деле Платит Производитель Точно так же Человек Не понимает Что на 2 процента Подняли акциз Родной Это В абстракт Не эсферический Конь В вакууме Этот акциз Подняли Не кому-то Где-то Как-то Это тебе Подняли Потому что Ты за все Услуги Будешь доплачивать Эти 2 процента Ты будешь Никакой торговец Не будет Не будет Терять собственные Деньги Просто увеличит Цену для тебя Все То есть И вот Это вукавство Бесконечных Эти фокусов И вот Возвращаясь К маркировке Наши государства Сейчас Потом еще К мартовскому Надо вернуться Далеко убежать Ничего Ничего У меня память Пока хорошая Так вот Наше государство Когда оно занимается Маркировкой Оно вводит Все новые Новые способы Маркировки Причем Противоречивающие Предыдущим Для того Чтобы От По его словам Государство Отслеживать Контрафактную Продукцию И когда ему говорят Что вы это Куда Отслеживать Чего собрались Говорят Не-не-не Будем отслеживать Президент нам сказал Ну президент сказал И мы Так получается Что отслеживать Опять мы будем Они же мобильные приложения Под названием Честный знак Если не ошибаюсь Создали То есть вроде как Каждый человек смотрит Он может отсканировать Эти данные Которые на упаковке И если там Ему выдаст Приложение 40 или 50 Процент Контрафакт То есть Ну 40 процентов Это я ручаюсь Абсолютно 40 процентов Водочного Крепкого рынка Крепкого алкогольного рынка Это контрафакт Пивной рынок Там 90 процентов Или 99 процентов Контрафакта Это не бутылочное пиво А разливное Вот эти Мы говорили с тобой Эти многочисленные Разливайки Которые вырастают Особенно Иногородние Ребят Много там Каким чудом Волшебством Это Илон Маск Просто должен Кусать все локти Что вот как Из ничего Вот это фантастично За 59 Продавать литр Вот как Из алкогольного Написка Естественно Это невозможно Но они делают Это понимаешь Я говорю Илон Маск Там все Рвет волосы Во всем местах Куда дотягивается Какие там Тесла Какие Марсы Чудо Вопреки законам Гравитации Понимаешь Вот Вот такие прелести есть И вот А это с одной стороны А с другой стороны Наши ребята Вводят маркировку Которую точно положат Этому конец Вот стопудово До этого не удалось Положить Посредством маркировки Конец Сейчас удастся Или когда Значит там Наша МВД Пытается Как оно Какие силы Я брошен На то Чтобы контролировать Вот рынок Теневой торговли Я чувствую Как они там Вот просто Держат С жестким С жестким контролем Но почему-то Получается Что они за год Изъяли Незаконного алкоголя Столько Сколько продается За день Вот так вот То есть Ну То есть Это Да Нашу местную Конечно 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 Нет Вот и Все Ну все Мы сейчас углубимся Давай лучше Амартов Давай Амартов Новый сорт Переспрошу Да Он так и будет называться Это все уже окончательное название Да Я думаю Новый Возвращение к истокам Понимаешь Это шнейдеровский сорт Действительно шнейдеровский И вот эти два сорта Я не могу Естественно Я не могу тебе сейчас сказать Мы введем его все-таки В этом году Потому что Ну с сортами мы Пока Не колеблемся Если честно То есть По идее Надо делать Это было бы интересно Вроде как уже поднакидали Да Надо Хорошо к этому привыкнуть Есть два сорта Вот этот Мартовский И октябрьский Ну то есть На октябрь ферст Две варки Традиционные Да Они две традиционные Традиционные немецкие варки Шнейдер как раз делал И Есть самый прямой смысл Для того Чтобы порадовать людей Вот этим вопросом Ну Будет срастаться Будет срастаться Значит То есть О шнейдере я говорю То есть Это Я Где-то в фейсбуке Как раз писали О Бувикове Я что-то разозлился А у меня был Все время шикарный альбом Его Я не помню Куда он делся Ну То ли подолел кому-то То ли к нему Зачитал его кто-то Но Действительно Прекрасные фотографии Действительно видно Что это Высокого полета Мастер фоторисун Мастер фото Живописи Фотохудожный Да Скажем так Вот И Почему он Неизвестен Каждому Кировскому Школьнику Почему вообще Каждому Школьнику Не знать Что Да Был Витберг Да Был Бучев Да Был Сутоков Вот Вот Люди Действительно Которые Создавали Богосостояние Края Культуру Традиции Которые Они Ввожили Здесь И Это Все В принципе Оно Никуда Особенно Не делось На самом деле Это Ну Понятное Дело Что Мы Благодаря Веселым Людям В пыльных шлемах Да Вот Они Естественно Это Все Покоцано Но Не до Такой Степени Что Этого Не Раскопать Не До Такой Степени Что Этого Нельзя Внедрить Нельзя Вернуть Нельзя Посмотреть Снова Оценить По Крайне По Другому Вот Со Шнейдером Им Эта Картина То Есть Талантливый Предприниматель А Кто Меня Спрашивал На Мене Предпринимателем Вообще Чего Как Почему Это У него Деньги Больше Более Денег Больше Почему Больше Откуда Почему Деньги Больше Откуда Почему Людям Приходит Простая Мысль О том Что Человек В принципе Предприниматель Человек Который Рискует Своими Деньгами Рискует Репутацией Рискует Деньгами Что-то Предпринимает Что-то Ставит На Карту Конечно Оценивает Риски Естественно Он Отвечает За Результат Фактически Вот Это Предприниматель Не Рантье Как У нас Очень Любят Жить Когда Люди Просто Живут На Проценты От Бизнеса Идеальный Бизнес В Теплее Всегда Одно Не Надо Путать Это Не Бизнес Вообще Затрагиваешь Очень Тонкую Важную Грань Некой Идеологии С точки зрения А кто они Герои Нашего Время Раньше Мы уважали Космонавтов Военных Милиционеров Еще чего-то А кто сейчас К чему Современному Предпринимателю Наверное Вообще Нет Вот этого Образа Сейчас Такого Актуального Понятного Яркого К чему Стоит Стремиться Каким Можно Положительных Героев Положительных Героев Положительных Героев Нет Трепет Или Может В случае Еще Как Даст Вообще По рогам Тебя Или Денег Столько Вообще Немеренно Просто Вообще Не бывает Столько Денег Там Такие Такое Имущество Такие Связи Такая Власть Но Вот Как-то Быть Похожим На этих Людей Или Пытаться Добиться Того Что Добились Они Вот Лично У меня Возникает Какая-то Непонятная Даже Не тревога А какое-то Недоумение А зачем Потому что Я прекрасно Себе представляю Душевный Мир Человека Вот он Залез на эту На вершину Пищевой цепочки Которая Своя 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 Да И он Залез на эту Вершину Пищевой цепочки Не факт Что это Заслуга Человека Нет Что он Оказался На вершине Что его Не сожрали Да Да Это На случайность Очень много Отводится Но Дело даже Не в этом А в том Что состояние Человек Который Залез Это же Ожидание Это опасность Потому что Вокруг Такие же Веселые Роджеры Которые Собственно Грают Постоянные Вызовы Это умение Адекватно На них Реагировать И делать Ответные Ходы И так далее Да Причем То есть Это вот Это жизнь В постоянном Упасении В постоянной Необходимости Доказывать Всем Что ты Являешься Вот этим А не Вот этим Вот так То есть Такой Вариант Когда Отстаивание Своей репутации Своего имени Своей ценности И Главное Что у нас Как-то интересно Устроено То есть Ребята Городятся Какими-то Яхтами Там Домиками Там Денежками Там Любовницей Ну Всяк На мой взгляд Мишурой Абсолютно Потому что Ну Человек Физически Ты не можешь Одеть Три пары Штанов Ну Не можешь Никак Ты можешь Сидеть Только в одной Яхте Пойми Это раз Навсегда Не можешь Ты сидеть Сразу В трех Яхтах Да У тебя Может быть Их Три Хорошо Ван Пять Десять Пятнадцать Ну Родной Как-то Не выйдет Ну Женщина Меня боюсь Картина Тоже Очень Хорошая Всем Понятно Вот И Ну Вот Эта Демонстрация Возможности Потребления Ну Мне кажется Это Достаточно Так Ну Неконструктивно Потому что Обычный Нормальный Средний Человек Ну Стремится К этому К тому Чтобы Вот Обязательно Вот Это У тебя Было Обязательно Вот Эти Вещи Вот Эти Статусные Ну Это Я понимаю Когда Девочка Там Кто там Пел Это Самый Группа Примус Девочки Пятнадцать Лет Вот Какие раритеты Ты вспомнил Ты что Не говори Я Я Сам Алдовый Так Вот Минута У нас До Перерыва Да Так Вот Айфон Который Девочке Пятнадцать Лет Там Вымогает И всех Окружающих Да Там Страшно Красивый Дорогой Безумный Это Я Еще Понимаю Потому Что В Дорогом Возрасте Уровень Нашего Идиотизма Колоссален Но Когда Тебе Немножко Больше Зачем Тебя Айфон Открой Мне Тайну Золотого Ключика Прямо Сейчас Нам Пора Сходить На рекламу Владимир Маматов Пресс-секретарь Компании Веч Мы Продолжим Через Минут В связи С тем Что Наша Традиционная Встреча Со вторника Перенеслась На среду Владимир Мы забыли Что Среда Сегодня А не вторник Ты говоришь Так Как будто Все таки 23 февраля Выбило Все таки Мы вынуждены Уже сейчас Завершать Нашу Беседу У нас есть Минутка Под итог Давай конкретно Насчет нового сорта Безалкогольного Мартовской Поговорим В следующий раз Конкретнее Вятич всерьез Подумывает Возвращение к истокам Возрождение Былых Славных Традиций Памятник Шнайдеру Вот конкретно Все хотел спросить Все никак не мог Воскресить Володя Прислали Вот Все время Говоришь Что он будет 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 Когда конкретно Да Не надо бить меня По лесу Я ими работаю Значит Эскиз Прислали Неделю назад Будем дорабатывать Эскиз Я надеюсь Что все таки В этом году Хотя бы На октоберфест То есть в октябре Хотя бы Мы успеем Потому что Ну это еще Пандемия наважилась Там Одних людей Одни Пан Другие Другие Посмотрим Что будет Ну вот Шнайдер Памятник И сорт Конечно Посмотрим Мартовская Может быть Мы не успеем А вот Если у нас Удастся Совместить Поставить памятник И выпустить Шнайдеровский Сорт К памятнику Ну вот это Замечательно Отлично Ну и кроме того Тем у нас еще много Для разговора Это и мобильное Приложение Это и возрождение Темы нестационарных Торговых объектов Очень интересная Тема была поднята В прошлую В прошлую нашу встречу Так что еще Успеем о многом поговорить Через неделю В это же время До свидания Крупный план